КОЛЬ РАБИ Кальраби – это двулетнее растение. Стебель развивается быстрее кочана и образует стеблеплод – клубень, ради которого культивируют этот вид капусты. Она имеет мало листьев, а белая съедобная часть стебля остается нежной. Существуют разные сорта, которые различаются размером и цветом клубня. Существуют ранние сорта и сорта для хранения. Опыление Опыление всех капуст, относящихся к виду капуста огородная – брасика Оли Расси – одинаково. Цветки у вида капуста огородная – брасика Оли Расси – обоеполые, то есть имеют мужские и женские органы. Но в большинстве случаев они автостерильные. Пыльца одного растения может оплодотворить только другое растение. То есть растения – аллогамные. Чтобы опыление было возможным, растения необходимо выращивать группами. Насекомые являются основными опылителями, что обеспечивает большое естественное разнообразие вида. Все подвиды капусты огородной – брасика Оли Рассиа – скрещиваются между собой. Поэтому нужно избегать выращивать рядом семенные растения разных типов. Чтобы сохранить сортовую чистоту, рекомендуется отделить один сорт вида капусты огородной от другого – дистанции в один километр. Эту дистанцию можно сократить до 500 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как изгородь. Практикуют сортовую изоляцию благодаря ульям с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Или же с москитными сетками, которые открывают поочередно. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития Кольраби Семенные растения сортов для хранения выращивают в первый год цикла развития так же, как и капусту, предназначенную для потребления. В первый год растения образуют розетку листьев и утолщенный мясистый стебель, которые должны перезимовать и зацвести на следующий год. Очень большие, либо лопнувшие клубни плохо зимуют, поэтому в большинстве регионов вы должны сеять как ранние, так и сорта для хранения в июне или июле. Смотрите продолжение в следующей серии. Для хорошего генетического разнообразия вам необходимо выбрать осенью 30 кольраби, чтобы сохранить к весне 10-15 семенных растений. Производство семян кольраби осуществляется со здоровых саженцев, за которыми наблюдают на протяжении всего периода роста. Это позволяет изучить все характеристики сорта. Качество клубня, крепость и быстрый рост саженца, устойчивость к болезням, хорошая сохранность или скороспелость и морозостойкость. В регионах с суровой зимой семенные растения могут храниться в погребе. Нужно оборвать боковые листья, сохраняя центральные. Далее семенные растения помещают в песок, либо в горшки. Во время зимовки кольраби менее подвергается гнили, чем кочаны капусты. В климатических зонах с мягкой зимой кольраби может зимовать в земле, поскольку выдерживает морозы до минус 7 градусов Цельсия. Сухие зимы ей больше подходят. Клубни, вобравшие меньше воды, более стойкие к суровой зиме. Весной, когда уже нет опасности сильных морозов, кольраби достают из хранилищ. Высаживают, закапывая две трети их объема. Кольраби сформируют цветоносные стержни и расцветут. Чтобы растение не опрокинулось, иногда нужно установить подпорки для цветоносных стеблей. Продолжение следует... Сбор, извлечение, сортировка и хранение семян капусты огородной Брасика Оли Россия. Семена капусты дозрели, когда капсулы, стручки, становятся бежевого цвета. Семенные стручки очень сухие. Это означает, что они очень легко открываются при созревании и рассеивают свои семена. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, можно их собирать по мере зрелости стебля. Можно также собрать растения целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Для завершения процесса созревания семян важно их высушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей. Семена капусты готовы к удалению, когда семенные стручки можно легко открыть вручную. Для извлечения семян их нужно выложить на брезент или плотную ткань перед тем, как колотить или растирать руками. Можно также наполнить стручками мешок и колотить по мягкой поверхности. Большие объемы стручков можно топтать ногами или проехаться сверху. Стручки с несозревшими семенами плохо открываются. Они, скорее всего, будут плохо прорастать. Для сортировки семян используют крупное сито для удаления всех отходов, а семена попадут в какую-либо емкость. Потом нужно повторно просеять другим ситом, которое пропускает мелкие отходы, но не семена. Необходимо семена провеять, то есть вентилировать, продувая самостоятельно или с помощью ветра для избавления от остаточных отходов. Все семена вида капусты огородной, брасика олерассия, очень похожи между собой. Поэтому очень тяжело отличить, например, семена качанной капусты от цветной капусты. Большое значение имеет маркировка семенных растений и собранных семян с указанием вида, сорта и года сбора овощной культуры. Для хранения семена оставляют на несколько дней в морозилке, чтобы уничтожить паразитов. Семена капусты способны к прорастанию на протяжении пяти лет. В то же время они могут сохранять схожесть до десяти лет. Эту способность к прорастанию можно продлить за счет хранения при низкой температуре. Один грамм семян состоит из 250-300 зерен. В зависимости от сорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова